Всем привет! Сегодня мы будем продолжать шить костюм в стиле венецианского карнавала. И мы уже делали шляпу, делали маску для него. Сегодня мы будем делать юбку. Юбка эта будет крепиться у нас на брюки-панталоны, которые мы пошли позже. Но сегодня мы начнем с проектирования самой юбки, как она должна выглядеть. Она спереди должна будет выглядеть как юбка, а сзади, там где у нас будет мужской персонаж, она должна выглядеть как полы сюртука. Ну и будет она крепиться на пояс, который потом будет прикреплен к нашим брюкам в стиле панталонов. Моя юбка будет состоять из трех слоев. Это будет нижняя юбка или подкладка. Это будет подъюбник, который придает пышность. И это будет верхний слой. В свою очередь верхний слой будет состоять у меня тоже из трех деталей. Отлетные полотнища, которые сзади будут смотреться как полы сюртука. А спереди они будут выглядеть как верхняя юбка, под которой будет выглядывать основная юбка. Вот, я нарисовала примерно, ну как бы довольно-таки грубый рисунок. Значит, для чего нам нужна подкладка? Дело в том, что вот эти полы здесь будут как бы раздвигаться, и я хочу мой подъюбник спрятать в такой как мешок, состоящий из верхнего слоя и подъюбника. Почему? Потому что, ну, с мужской стороны вот эти оборки подъюбника, да, будут выглядеть немножко странно. Что мне понадобится? Мне понадобится, естественно, выкройка в качестве, ну, в таком, ну как это называется, «Юбка солнца» это называется, да? Вот. Я нарисую на бумаге, вот я вам показываю, как выглядит мой шаблон уже готовый. В готовом виде. Вот. Это мой шаблон. Я сейчас просто на бумаге нарисую быстренько, как я его сделал. Значит, я взяла рулон бумаги. Это бумага, которая застилает пол при покраске, для ремонта, да. Вы можете взять обои, газету, что угодно. Значит, любая бумага. И нам понадобятся две мерки. Это обхват, но это и не бедра, и не талия, это вот та линия, где у вас будет сидеть ваша юбка, да. То есть я советую вообще завязать вот тут шнурок на бедрах, где вы хотите, чтобы ваша юбка сидела, и обмерить вот этот обхват, да. У меня эта линия получилась 104 сантиметра. И следующая мерка, это длина изделия, у меня это 65 сантиметров. То есть от вот этой линии до края, до нижнего края юбки. Теперь из вот этой величины, из обхвата бедер мы берем, нам нужен маленький радиус, радиус как бы талии. Ну, мы знаем, что если это обхват длины, то радиус равен длине, разделенной на 2π, или это получается 104 деленное на 628, и мой калькулятор говорит, что это примерно 16,5. Можно чуть-чуть округлить в меньшую сторону, потому что все равно эта линия растянется. Что мы теперь делаем? Теперь мы берем, и на вот этой бумаге, на большой, да, мы чертим угол, прямой угол. Но я вам советую взять как бы чуть-чуть больше. Вот кусок бумаги должен быть вот примерно вот таким. То есть вот тут должен оставаться, с этой стороны должен оставаться у вас немножко зазор. А вот эта длина, она в аккурат может быть равна, допустим, ну вот этим 60, нет, не 65, а 65 плюс вот эти 16,5, да. Вот, ну, получится 81,5 сантиметра. Значит, вот эта длина должна быть 81,5 сантиметра. Ну, и здесь немножко вот, насколько позволяет ширина рулона, да, или можно наоборот разложить поперек тогда у вас, сколько хотите, столько откладывайте. Теперь мы прочертили прямой угол, и из этого прямого угла мы чертим вот такие лучи. Ну, для того, чтобы прочертить такие лучи, нам понадобится линейка метровая, партняжная, или же, ну, это можно сделать и при помощи сантиметра, ну, тогда вам понадобится помощь кого-то терпеливого и ответственного, кто будет держать этот сантиметр четко вот в этом углу, да, чтобы он там не ездил сюда-сюда. Теперь мы берем, можно это и сразу делать, да, и по каждому лучу откладываем две метки с одной, вот короткий радиус, вот этот 16,5, да, ну, я вот сделаю 16 миллиметров и 81 сантиметр, вот я сделаю 8 сантиметров, да, у меня все получится в таком, как бы, маленьком формате. Вот, ну, и продолжаем в том же духе, вот по каждому лучу, я не буду все это прочерчивать, как бы, ну, сам смысл понятен, да, то есть, это таким образом у нас чертится юбка солнца, вот любая абсолютно, да, вот, как бы, это технология построения юбки солнца. Ну, будем считать, что я тут отмерила метки, я не хочу сейчас тратить время на то, чтобы их вымерять тут, вот, и мы округлой линией соединяем эти метки, и, понятное дело, что чем больше мы этих лучей прочертим, тем более аккуратно, более точно у нас получится этот круг. Вот, теперь я начинаю вырезать, я начинаю вырезать отсюда, по вот этой линии узкой талии, когда я вырежу этот кусочек, я просто беру его вот здесь, по вот этой линии, заворачиваю, и перекладываю вот сюда, вот, ну, мне в идеале должен получиться круг, ну, получается, там, просто я так нарисовала, вот он немножко острый узел у меня получился, да, вот, и вот эту линию я просто перевожу сюда, и затем от этой линии я от руки черчу вот такой, как бы, откосок, вот, как вам нравится, да, то есть вот эта часть должна быть немножко внахлёст. Всё, вот, вот видите, у меня эта часть, вот она. Вот, и теперь я эту деталь вырезаю, и по вот этой части я, по вот этой вот части я просто сделаю сгиб. Вы видите, у меня здесь тоже вот я подняла. Вот, теперь мы приступаем к раскрою. Первое, что мы выкраиваем, это мы выкраиваем подкладку, да, нижний слой. Для нижнего слоя нам понадобится три четверти. Вот я нарисовала вот эту юбку, да, смотрим вот сюда. С передней стороны она будет цельная, и с задней стороны она должна открывать. Вот тут у меня будут мои брюки-панталоны. Вот, да, то есть тут у меня на моей мужской стороне должны быть видны мои брюки-панталоны. Вот, я сейчас нарисую для чего, сколько, чего нужно, да. Значит, нижнее полотно, подкладка, это у нас три четверти, то есть она должна выглядеть вот так, вот так, и еще одна четвертушка. Ну, я нарисовала криво, но главное, чтобы это у меня подкладка. Подъюбник у меня будет шиться по другой технологии, нам тут круги эти не нужны, ну, ну, вы, в принципе, можете точно так же вычертить вот эти полтора круга, ну, я просто ленивая, я сделаю проще. Ну, и верхняя юбка будет состоять из трех частей. Серединка, я ее сделаю белой, она будет состоять из одной четверти, на которую я потом настрачу вот эти вот оборки. Это у меня будет серединка, да, серединка верхней юбки. И боковые части верхней юбки у меня будут выкраиваться по вот этой вот расширенной детали с откоском, то есть они должны у меня быть чуть-чуть внахлёст. Это вот боковая середина вверх. Вот. Я выкраиваю нижнюю часть из тофты. Я купила дешевую тофту в Юске. Вот я ее сейчас вам покажу, она у меня уже висит готовая. В принципе, можно взять и подкладочную ткань, но подкладочная ткань выглядит слишком дешево, на мой взгляд. А вот эта тофта, она была недорогая, и я выбрала, ну, как бы ее для этих целей. Чем еще хорошо покупать ткань в таких магазинах, как Юск и так далее, там можно хорошо по цвету подобрать, там вот как для целых гарнитуров где-то. Вот у меня есть такая тофта и подходящая по цвету велюр. Но велюр мне не понравилось. Его качество, по-моему, с такой какой-то утлой, быстро вытирается. Я шила еще шаровары из такой же ткани, и вытирается очень быстро ворс, и остается вот эта лысенькая сетка, полупрозрачная. В общем, мне это качество не понравилось. Вместо этого я взяла, ну, мне посчастливилось найти нормальный велюр, хорошего качества, в швейном магазине. Ну, вот он практически такого же цвета, да, то есть мне повезет. Ну, если вы будете выбирать какой-то цвет не такой экзотичный, какой-то этот непонятно-розово-лососевый, не знаю, как его идентифицировать, этот цвет, который у меня, да, то, в принципе, шансы есть. Значит, вот это будут, вот это у меня из тофты, это у меня будет белый тофта с вот этими кружевами, которые я купила на сайте. Вот не что-то типа там AliExpress, Wish, Light in the Box, любой китайский интернет-магазин, там можно дешево и сердито набрать кучу материалов. Ну, и верхний слой у меня будет состоять из велюровых этих полотнищ, и из остатков тофты я сделаю декор, но об этом мы поговорим попозже. Я начала с того, что я выкроила, ну, я шью для коллектива, я шью 4 костюма, я выкроила 4 детали вот таких и 4 детали таких, то есть 4 двойных и 4 одинарных вот этих четвертинки, но если вы шьете один костюм для себя, то вам понадобится, соответственно, всего одна часть, такая и такая. Затем я их сшиваю. Когда я их выкраиваю, я выкраиваю где-то с сантиметром полтора припуска здесь и здесь по нижнему срезу. Тут точность не имеет значения. Дело в том, что ткань, любая ткань не трикотажная, имеет свойство вытягиваться. Почему? Вот если вы никогда не шили юбку солнца, то это важно как бы знать. Вот я повесила, вы видели, я повесила свою юбку вытягиваться. Дело в том, что нитки, из которых соткана ткань, они вот так, ну как бы, переплетены вот такой решеткой. И по диагонали вот здесь, да, вот допустим у меня какие-то нити идут вот так вот, а какие-то нити идут вот так вот. И по вот этому направлению, по диагонали, нити вот так вытягиваются. И получается, что под своим собственным весом, как бы ровно я не вычерчивала эту деталь, она у меня вот так вот вытянется. И если вы шили юбку солнца, вот часто такую шибку начинающие портники допускают, что сразу ее начинают подрубать, все, она красивая, первый день красивая, потом она повесила на вешалке, или даже мы ее надели, она в течение дня вытянулась, и весь подол выглядит вот таким вот. Вот, то есть, важно дать ей отвисеться. Как я сказала, здесь точность не имеет значения, потому что я выкроила с хорошим запасом, чтобы потом этот подол подрезать после того, как он вытянется. Теперь мы идем снова к моему манекену. Я покажу, вот я скроила уже эту юбку. Видите, вот один шов, вот этот вот. То есть, с одной стороны у меня вот такая часть, это вот у меня две половинки, и вот одна половинка здесь. И я ей даю повисеть на булавках. Если у вас нет манекена, можно взять, допустим, любую другую юбку или брюки, повесить на плечики, вот тут прищипнуть, и приколоть к этой юбке или брюкам приколоть уже ваши детали. И главное, не только вот по уголочкам, а по всей длине, потому что, ну, чтобы она не вот так вот провисала, а чтобы она вытягивалась, ну, чтобы она правильно вытягивалась. Вот. Ну, и дальше уже работать с этой деталью я начну завтра, потому что она должна где-то сутки отвисеться. Ну, может даже несколько часов, но мне пока есть чем заняться, да. И теперь я приступлю к выкраиванию вот этой части средней и боковых частей верхней юбки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова